Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова и сейчас мы с вами будем листать каталог номер 13 компании Арифлейм. Он начнется уже 17 сентября, поэтому нужно заранее продумать, что заказать, что вам нужно, что понравится. Я, конечно же, покажу, то очень пользуюсь сама и расскажу свои впечатления и дам рекомендации. Ну что, поехали? Итак, новый каталог 13 начнется 17 сентября и закончится 6 октября, поэтому нужно будет успеть в рамках этого периода разместить заказ. И начинается каталог, очень красивый каталог, шикарные такие модели, все украшения. Начинается с новинок, новая помада, антивозрастная в серии Giordani Gold. У нее будет SPF 20, очень высокий солнцезащитный фактор и очень красивая линейка цветов. К сожалению, пробников пока у меня нет на эту помаду, но я всегда знаю, что Арифлейм это супер качество. Выходит новинка, преображающая тональная основа, классненькая цена у нее. И шикарная кисть для тонального средства. Вот кисть, я рекомендую такую использовать, сама пользуюсь только такими кистями для нанесения тона. И это мне очень нравится. Если вы смотрите мои видео, то там я всегда показываю, как я кистью наношу тон. Выходит новинка, база под тушь. В этом каталоге будет шикарная цена на стойкую тушь, которая идеально разделяет реснички. У нее такая пушистенькая кисточка, здесь крупным планом показано. Кстати, база уже как-то была в Арифлейме, я брала и мне очень нравилось. Действительно, тушь уже ложится и сразу такая густая, красивая. Так, далее у нас пошли парфюмы. Такого парфюма у меня нет, но он мне, кстати, и не нравится, он мне не подходит. И вот то, что я жду, очень люблю всегда, это спа-уход. Я люблю ухаживать за телом. Здесь у нас несколько новинок сразу, и мы сейчас с вами разберем, что первое, это солевой скраб. Просто бомба, я думаю, что это будет просто класс, потому что в спа всегда скрабы шикарные. И вот вышла новинка, питательное крем-масло для тела. Тоже обязательно буду брать, это то, что я очень жду. Увлажняющее масло для тела. Вот интересно было бы аромат еще понюхать. Ну, я думаю, что у нас придут новинки, надеюсь, и мы сможем их протестировать заранее. А вот здесь у нас появилось какое-то необыкновенное средство. Первое, это расслабляющее средство для ванны, и оно превращается в смягчающую пенку. Смотрите, то есть мы наливаем, становится мягенькая пенка. А второе, это пенящиеся масло для душа, которое трансформируется в нежное молочко. То есть, вот почитайте внимательно все аннотации, и мне кажется, это что-то просто из ряда вон выходящее. Хочу всю эту серию, обязательно буду ее заказывать. Массажное мыло скраб, тоже классная вещь, прекрасно отшелушивает кожу, очень нежно и мягко. И обожаю пользоваться такими перчатками. У меня их две, я их сразу одеваю две на руки, и получается просто потрясающий массаж тела. Перешли к маслам серии Элио, это, наверное, наша самая роскошная серия для волос. И вот как выбрать масло? Смотрите, у нас есть вот в таких пузатеньких тюбиках два масла, они в пластике. Питательное и защитное масло для волос, и оно прям, вы знаете, такое густое, жирненькое. У нас в семье этим маслом пользуется Миша, и наносит его на бороду, потому что на бороде такие жесткие волосы, и очень классно смягчается, и они укладываются в такую аккуратную бородку. А мы с дочкой любим вот такое масло, видите, оно жиденькое. То есть, если здесь вот прям густо, мы видим, перетекает, то это прям вот жиденькое масло. Оно с распылителем, это с дозатором, это с распылителем, и оно намного легче. Вот оно у нас, восстанавливающее масло. Оно намного легче, не утяжеляет волосы, и прекрасно их и разглаживает, и питает, сухость убирает. Поэтому, если у вас волосы не любят жирного, тяжелого, то выберите вот именно такое масло с распылителем. Я прям его рекомендую. А запах какой от волос, это просто чудо! Серия у нас продолжается. Здесь есть чудесная расческа, забыла ее взять. У нас с дочкой такие расчески, я ее больше всего люблю, она у меня всегда в сумочке. Маска, кондиционер и шампунь для волос. Если есть возможность, вы видите, что цены не низкие, да, такие, но... Если есть возможность, хотя бы раз попробуйте, это просто волшебство. Волосы вам скажут спасибо. Так, далее у нас здесь жидкое мыло для ровно. с магнолией и инжиром. У меня, кстати, такое есть. И мыло с лимончиком. То есть, эта страничка посвящена жидким мылам. Таких у меня нет. Было вот медовое, очень нравится. Что хочу сказать про эти вот два продукта. Видите, пользуемся, стоят в ванной. Вот именно вот этот с магнолией и инжиром для меня неприятен запах. То есть, он такой рисковатый, какой-то, вот знаете, мужской. Ну, как бы руки моем, да, используем, конечно, уже половинку используем. А вот то, что касается вот этого средства с лимоном и вербеной, это, конечно же, вообще просто беспроигрышный вариант. Он очень бодрит, освежает. Знаете, такой вот тонус мыслей сразу и настроение. Просто вот это фантастика. Это, конечно, я уже повторно такое средство выписывать не буду. А с лимончика мы берем постоянно и пользуемся им с удовольствием. Так, далее мы дошли до помады, которая в разряде моих любименьких. У меня есть пока два оттенка. Я не знаю, будет ли еще, но, возможно, я буду повторять. Потому что мне очень нравится помада. У меня земляничная полянка. Я вам буду показывать, как она, конечно, просто, как она ложится. Вот она просто прелесть. Такая невесомая, такой дает глубокий, красивый цвет. Вторая помада Черничные ночи. Вот она такая вот. Очень красивый цвет. То, что мне нравится, ей можно вот прям чуть-чуть наносить. Я вот так вот похлопаю по губам, получается такой красивый оттенок. А можно нанести очень густо, красиво, с контуром. Получится просто бомбический такой вечерний оттенок. И мне очень нравится дизайн. Это так дорого, стильно смотрится. Просто помада моя любимочка. Далее. На этой странице тоже помада из разряда любимых. У меня таких три оттенка сейчас. Сейчас все их покажу. Самый светлый. Это розовый хрусталь. Далее у меня есть чарующий беж. Вот она, кстати, на картинке чуть-чуть по-другому выглядит. Тут больше, смотрите, на цвета, которые в помадах. И завершает эта восхитительная роза. И вот эти два прям очень люблю. Редко пользуюсь вот этой светлой. В основном только летом под загар. Тоже покажу, как они выглядят. Это совсем, видите, прям блеск-блеск. Перламутр, сияние. Поэтому очень красиво на загорелом лице. Далее. Чарующий беж. Она прям светленькая. Светленькая такая. Натуральные губки, когда вот просто хочется дать цвета губам. И вот эта бомба. Восхитительная роза. Она и без контура, и с контуром шикарная. И увлажняет губы. Вот если вы посмотрите на помаду. У нее три... Так как бы разделена на три части. В серединке это увлажнение питания. Далее идет перламутр, такой блеск. И потом цвет. И когда все это смешивается на губах, то это очень красиво и очень комфортно для губ. Потому что прям вот, ну, сказка, а не помада. Единственное, мне не нравится упаковка. То есть мне не нравятся эти флакончики. Они простенькие. Слишком хотелось бы, чтобы дизайн был поэффектнее у помад. Я люблю все-таки брать в руки что-то очень красивое. Из этого у меня нет ни одного блеска, к сожалению, не оказалось. Не покажу. Так, далее. У меня есть праймер. Он меня почему-то не прижился особо. Видите, я им практически не пользуюсь. Я даже вот ни разу его не выкручивала. Он нужен для того, чтобы губы там заполнить трещины. Если они сухие, то и выровнять их. Ну, просто у меня хорошая кожа на губах. Они у меня мягкие такие. Никогда не бывает проблем, шелушений. Поэтому я пользуюсь вот этим праймером в основном только под матовые помады, чтобы не сушила губы. И то, если только вспоминаю изредка. Поэтому у меня он не зашел. Но если у вас проблемы есть с губами, то вот эта вам вещь просто необходима. Потому что реально губы делают совсем другие. Есть у меня одна из стойких помад. Правда, не знаю из этой или серии. Но все равно вам просто покажу, как это выглядит. Такой помады-карандаш. Вот такой у меня цвет. У меня из матовых. Я тоже люблю эти помады. Потому что вот и ложится сразу. Видите, какой сочный бархатный оттенок. Губы классные, мягкие. И она не сушит вот эта помада. Вот и стойка. Она губы не сушит. Вообще очень классно и комфортно. Тушь. Новая тушь. Знаете, интересно. Я ее сравниваю с тушью 5 в 1. И, конечно же, честно могу сказать, что эта тушь хороша. Но мне 5 в 1 нравится больше. Вот такая вот у нее кисточка. Вот по мне так вроде бы ничего особо не изменилось. Но все равно та кисть укладывает ресницы лучше. Более аккуратно. Хотя эта тоже мне нравится. Конечно, буду и той, и той пользоваться. Но мне понравилось то, что эта тушь сильнее сразу дает объем. То есть заметно с первого же применения ресницы прям сразу такие густые, становятся объемные. Но вот уложить их ровненько. Просто у меня все реснички разные. Какие-то длинные, какие-то покороче. Одна в одну сторону растет, другая в другую. Поэтому мне вот как бы с ними сложно. Так, здесь у нас как раз вот будут туши 5 в 1. Да, вот где у нас кисточка. Вот много... А, это водостойкая тушь будет. Далее. Объемная тушь для ресниц. Обратите внимание, у нее очень маленькая кисточка. Она вот прям вот малюсенькая. То есть если мы, например, будем сравнивать вот с этой тушью, с эффектом накладных ресниц, у нее такая кисть очаровательная, очень удобная. Тоже эта тушь одна из моих любимых. То вот эта кисть объемная, у нее кисточка практически в 2 раза меньше и очень маленькая. То есть имейте в виду, она очень круто подойдет для тех, у кого чувствительные глазки, чтобы не царапало слизистую. У кого ресницы, может быть, там глаза глубоко посажены, чтобы вытащить реснички, надо подбираться вот прям глубоко, чтобы не травмировать слизистую. И очень интересная вот эта тушь, она у нас, ну просто The One is White. У нее очень интересная кисточка. Сейчас покажу. Она уже у нас старенькая. Посмотрите, как круто сделано. То есть как бы спираль, спираль, спираль. И в конце вот это утолщение, которое дает на внешние ресницы хороший прокрас и нагрузочку. То есть у нас эти ресницы особо четко выделяются. Тоже очень прикольная кисть. Но немножечко к ней надо, наверное, все-таки приспосабливаться. Ну не то, что прям вау-вау, но приспособиться нужно. Так, двигаемся дальше. Ох, не взяла средство. Но если сказать на прямоту, то это мое любимое средство для снятия лодостойкой косметики. Вот ничего другого мне не подошло. Даже серии Novage, так как именно вот это средство, оно великолепно справляется с любым объемом косметики на глазах. И при этом всегда просто идеально очищает. Похвалюсь корректором. Всегда всем про него говорю и рассказываю. У него есть вот потайной ящичек с кисточками, что очень удобно. И вот он сам корректор. То есть у него два оттенка теней, которые можно между собой смешивать. И это воск. Это не тени, это воск, который закрепляет брови, делает их более ухоженными, приглаживает все. Но без этой штуки я себе жизни вообще не представляю. Если выбирать десятку любимых продуктов, то это у меня стоит где-то там на, наверное, на втором или на третьем месте. Может даже на первом. Так, дальше. Теней у меня таких нету, к сожалению. Кстати, есть. Почему не... А, нет, у меня другие оттенки. Тени хороши. Тени хороши. Так, из этого у меня есть только подводочка как раз в месте. У меня не металлик, у меня просто синяя, но я вам покажу форму. То есть вот у нее такая удобная кисточка. А я к ней быстро приспособилась. Очень прикольно красить стрелочки. Просто легко, непринужденно. Вот так вот она проводит. Можно прям тоненькую-тоненькую прокрасить. Можно толстую. То есть вот подводки я очень люблю. У меня есть и черная, синяя. У меня есть вот такая желтая. Почему-то я, наверное, перепутала и взяла просто. Желтая мне очень нравится. Опробовала я гелевый карандаш. Он хорош. Очень хорош. У него есть интересная здесь точилочка, которая точит сам стерженечек. Карандаш выкручивается. Вам не нужно точить его целиком. Что удобно, то что, когда красишь, длинный вот этот остов. И сам стержень мы просто затачиваем, чтобы он стал остреньким. Но имейте ввиду, он быстро сохнет. И если вы его будете плохо закрывать колпачком, он просто высохнет. Придется большой слой снимать, чтобы дойти до мягкого, который будет хорошо красить. Шикарные тени-трансформер. Видите, количество товара ограничено. Значит, скорее всего, эта серия уйдет. Вот из каталога будет что-то новое. Поэтому успевайте взять. Это шикарное, как отдельное средство. Светлый оттенок вот такой вот у меня был. Я использовала как база, основа под макияж. Классные оттенки, красивые. Так, дальше. Вот. То, что я влюбилась, это корректор. Такая палитрочка. Маленькая. У меня самая светлая. И я хочу сказать, что из всех корректоров он мне нравится больше всего. Он, может быть, не так удобен в применении, потому что к нему нужна отдельная такая упругая маленькая хорошая кисточка. Но он очень-очень хорош. Просто идеально маскирует все. И вокруг глаз. Вот эти места. И все прыщики. Все, что... Ну, вот пятна пигментные. Я в восторге. Обратите внимание, это два корректора. А третий это просто пудра. Светленькая пудра, которую мы кладем сверху корректора, если есть необходимость. Вот это волшебство. Возьмите обязательно, если у вас нет корректора. Сейчас просто будете в восторге. Далее есть. Покажу вам ультрастойкую тональную основу. У меня оттенок 88-й, теплый бежевый. Но она подойдет для тех, кто обладает, как сказать, жирной кожей, да, склонной к жирности. Вот за что я не люблю тон в тюбиках. Видите, вот он вытек, все перепачкалось. Конечно же, я предпочитаю всегда тоны брать, когда они с дозатором. Это правильно, это лучше. Вот такой цвет. Цвет хороший, кстати. Она матовая, она очень прикольная. Я ей пользуюсь тоже иногда. Ну, вот я не люблю из-за того, что она в тюбике. Вот, ой, все, видите, я все перемазала. Вот, ну, тон сам по себе отлично. Видите, он сразу впитывается, выравнивает. Знаете, какая идеальная кожа. Вот тут пора на руке. И все, выровнялась личико, как конфетка. Как яблочко. Все. Ну, вот если будут слишком крупные поры, без праймера вы не справитесь. То есть вниз обязательно праймер, иначе поры будут оттона забиваться. И как раз вот здесь, на этой страничке, есть база под макияж серии The One по хорошей цене. То есть всегда под тон, какая бы у вас ни была кожа, наносите праймер. Это вот капелька праймера. Но сейчас мы дойдем до моего любимчика на ледж. Она просто сделает маленькое чудо с вашим лицом. Так, здесь у нас все для ногтей. Обязательно выпишу масло. Я его выписывала в прошлом каталоге. Его уже не было на складе, когда я опомнилась. Ну, надеюсь, в этом я успею взять. Потому что я люблю сама делать маникюр. Я люблю, чтобы ногти были ухоженные, красивенькие. Поэтому всем этим пользуюсь. Обязательно попробуйте вот такое вот покрытие с эффектом гель-лака. Делает ногти вот просто эффект такой, как будто вы гелем покрыли ногти в салоне. Так, что из этого? Ну, здесь все без скидок. Но в уголочке вы увидите румяна. Вот. Хочу показать, что это небольшой объем. Чтобы вы были готовы, что это всего 2 грамма. И это очень круто и удобно. У меня есть оба оттенка. Потому что они прикольно освежают личико. Вот такие два тона. Видите? Один прям розовенький и розовенький. Его можно наносить, как, знаете, такую вот... Ну, маленькую вот эту... Искорку на лице бросать. А второй коралловый, он уже более насыщенный. Такой вот прям розоватенький. Но иногда вот именно такие румяночки нам и нужны. Так, что здесь? Ну, если у вас нету такой баночки с такими шикарными шариками, то я не знаю, что вы здесь вообще делаете в Reflame. Шучу, конечно. Но хочу сказать, что это тоже мои любимчики. Это румяна в шариках. Их не надо пить. Ими мы мажем на лицо. То есть, очень классные оттенки. У меня как раз естественное сияние. И, как вы видите, на картинке они показаны какими-то рыжими. На самом деле, очень классные натуральные оттенки. И при смешении пушистой кистью получается идеальный натуральный румянчик. То есть, нет такого, что там резонанс с кожей идет, что слишком ярко, грубо выглядит. Так, и компактная пудра. Покажу вам светлый оттенок. У меня есть вот на зиму брала, чтобы вы знали, что он действительно очень светлый. То есть, видите, он прям вау-вау. То есть, он подойдет классно белокожим, светлокожим девушкам. Поэтому, если нужен цвет, немножко лицо-то уберите. Конечно, естественный оттенок. Так, здесь у меня тоже есть, что вам показать. У меня есть карандаш для бровей, который тоже очень хорош. У меня каштановый оттенок. Шикарная цена в этом каталоге. Он просто классный. То есть, вот он красит. Тут у меня тон сейчас. То есть, классно прокрашивать. То можно сделать прям остреньким. Я им тоже пользуюсь. Иногда, когда есть время повозиться, я использую его. Вот вместе с корректором. Получается вообще брови-брови волшебство. Шикарные запеченные тени. У меня их нет. Но я их все пробовала на мастер-классе в бизнес-центре. Они очень хороши. Обратите внимание, объем 750 миллилитров. И это одна из любимец у многих. Это серия Loving Care. Такая семейная, домашняя. С очень приятным миндальным ароматом. Что это просто класс. Здесь у нас все для волос. И я вам хочу сказать, что вот эта сыворотка, она хороша именно для тех, кто хочет отрастить волосы. И они, концы когда отрастают, они какие-то становятся грубоватые. Да, может быть, секущиеся волоски появляются. Вот чтобы предотвратить, это просто после каждого мытья используйте вот такую сыворотку. Буквально две капельки. Растираете на пальчиках и в кончике волос наносите. Забыла взять, но тоже пользуюсь ей постоянно. На этой страничке хочу отметить сухой шампунь для волос. О, как он хорош просто. Просто чудо. Забыла сказать, для чего он нужен. Для того, чтобы, когда у вас волосы быстро загрязняются, нужно срочно их привести в порядок. Вы берете, просто хорошо-хорошо встряхиваете флакон, распределяете на прикорневую часть волос. Потом волосы руками вспышиваете, вспушаете и расчесочкой просто расчесываете. И эффект, как будто вы помыли голову. Здесь всевозможные расчески. О, как я люблю наши расчески. Вот одно из чудес света, которое я недавно приобрела, это щетка для начеса волос. Вы спросите, зачем это нужно? Ну, знаете, иногда нужно бывает, чтобы как-то придать объем прикорневой. Это суперудобная вещь. Вот я ее прямо на себе опробовала. И хочу сказать, что наконец-то вышло такое чудо. Это просто очень удобная вещь. Других расчесочек у меня нет, поэтому рассказывать не буду. Но опробовала я щетку для распутывания, инструмент для чистки. Он такой прям малюсенький, такой вот, ну, видно вот в руке. То есть он небольшой, очень такой миленький, удобный. Если у вас проблемы там, что щетка забивается волосами, то, конечно же, вам эта штучка будет в помощь. Так, что у нас здесь? Сейчас посмотрю, что у меня есть. Да, есть вот у меня шампунь для сухих волос, кокос и пшеница. А мы его тоже очень любим в нашей семье. Вообще вот эта серия Love Nature, она прям одна из наших тоже любимчиков. Я ее обожаю. Так, здесь есть вот такая вот прелесть. Это масло для сухих волос. Может быть, вы никогда не брали. Но вообще я рекомендую для тех, кто отращивает волос, у кого глины. И прежде чем его нанести на волосы, обязательно прям закрытый тюбик с маслом нужно положить в горячую воду на 1-2 минутки. Затем аккуратненько вот отломить вот эту вот закрывашечку и выдавить все на волосы, распределить массажными движениями и походить как с масочкой. Ну, вы знаете, я обычно делаю минут на 15-20. Потом все смываем шампунем и будет вам чудо просто. Хочу показать еще такую щетку. Вот она прям новенькая. Она приходит такая вот запечатанная, видите, с пластиковой насадочкой. Щетка большая. У нее здесь массажные такие пупырышки. Ну, кстати, я ими практически никогда не пользуюсь. Вот. А вот сама щетка очень классная. То есть, видите, у нее вроде бы жесткие такие щетинки. Но когда мы ее смачиваем в горячей воде, получается прям комфортная, классная щетка. Вот она просто настолько круто очищает кожу. Делает такой классный массаж. Просто кожа балдеет. Вот мы такую щетку используем постоянно. Я уже даже взяла новую, чтобы было новое. В другую сторону покажу еще вам вот с этой странички. Ох, забыла блеск. Тоже у меня есть такой блеск. Сияние лосьончик. Очень приятный. У него чудесный аромат. И он... У него есть блестки. И когда вы наносите на кожу ноги, руки, грудь, все так мило прям переливается, сияет. И в этой же серии есть пена для ванн. Кстати, мы ванну принимаем очень редко. А в Европе так вообще ванна, мне кажется, это роскошь. Потому что там очень сильно экономят воду. И заметили, что у нас в каталоге очень редко бывает пена для ванн. Так вот, посмотрите, какой чудесный флакон. Во-первых, большой объем. 500 миллилитров. Он такой пузатенький, красивый. И мы пользуемся просто как гелем для душа. Он классный. Посмотрите, он очень густой. То есть он такой концентрат-концентрат. И нам его хватило... Я не знаю... Перед Новым годом вышла эта серия. Мы достали флакон. И я вот только закончила один такой флакончик. Потому что очень экономичный. Всего за 249 рублей. Это, я считаю, выгодная покупка. Так. Что с этих страничек? Рекомендую обязательно такую щеточку для ногтей. Не заметила ее сразу. И именно вот такую шлифовальную пилку. Она просто очень удобная. Из всех пилок, которые я когда-либо пробовала в своей жизни. Эта пилка самая лучшая на свете. Немножечко поговорим про витаминки. Можно отдельно заказывать. Астаксантин. Это шведский бьюти-комплекс. Он содержит дополнительный экстракт черники. И именно вот астаксантин помогает выглядеть и чувствовать себя лучше. То есть он укрепляет сердечную мышцу. Мышечная сила повышается. То есть если вот долго не тренируешься, например, и потом даешь себе классную такую нагрузку, то мышцы на следующий день или через день настолько болят, что некоторые люди говорят, я ходить не могу, я сидеть не могу. То есть в мышцах боль. То есть мышцы забитые, значит, у человека. Вот когда пьешь астаксантин, неважно, какую вы дадите нагрузку, даже если будут мышцы болеть, то чуть-чуть. То есть эта штука классно чистит все клеточки, выводит токсины из организма, повышает иммунитет. И вот в нашей семье это любимый продукт из серии Wellness. Вообще, конечно, мы пьем целиком весь комплекс. То есть мы берем такие вот коробочки. Женские, мужские витамины, Wellness Pack. И у них уже сразу в состав входит какой пакетик. Это суточная норма. И здесь вот одна капсула кастаксантина, две капсулы омега-3 и одна мультивитамина и минерала. Вот каждый день мы пьем по такому пакетику. Просто. Это просто, это легко. Вот как раз новую пачку достали. И это очень полезно. И это необходимость жизненная. Покажу, как выглядит детская омега. Вот у меня как раз заказали, только еще не забрали. Омега с лимончиком, вкусненькая. Она необходима деткам. Если сомневаетесь, почитайте. Посмотрите в ютубе ролики про омегу-3. То есть это такой продукт, который необходим просто каждому человеку. Особенно тем, кто недополучает омеги, то это идет огромный, как говорится, стресс для организма. А если вы хотите быть здоровыми и красивыми, то нужно заботиться о своем организме и давать ему все необходимое. Так, дальше у нас есть серия. Для борьбы с пигментацией. И вот я столкнулась с такой проблемой. Так, где у меня крем? С такой проблемой, что у меня появились на лице несколько пигментных пятен. И я взяла себе из этой серии сыворотку. Как видите, уже больше половины использовала. И крем. Если говорить про сыворотку, то посмотрите, как она хороша. Ой, много выдавила. Она такая чудесная. Как она лежит. Вот просто растекается по коже. Очень быстро, легко впитывается. Такая нежная, классная. А вот если говорить про крем. Забыла лопаточку. То крем, он такой густой. Вот с крышечки немножко возьму. Кремом я не очень довольна. Он для меня, вот если мы говорим, что мы его кладем на сыворотку сверху. Он для меня слишком густой. Плохо впитывается. И мне с ним не очень комфортно. То есть я как бы люблю более легкие. Ну, когда я вот по чуть-чуть беру. Вот так вот вбиваю в кожу. Аккуратненько. То есть процесс у меня занимает больше времени. То, ну ничего так. Сойдет. Опять же, повторяю, что это необходимость. Потому что появились пигментные пятна. И я вижу эффект. То есть я использовала, видите, совсем. Даже еще курс не прошла до конца. У меня уже осветлились в три раза. То есть практически самое крупное большое пятно уже вообще исчезло. А мелкие стали настолько незаметно, что они меня перестали вообще беспокоить. Но я обязательно закончу курс. И покажу вам, какой эффект. Просто чтобы вы знали, что крем, он достаточно плотный. Вот он прям. Да, он хорошо впитался. Небольшое количество. Просто не надо его перебарщивать. Так, что у нас здесь? Тоже серия по уходу за лицом. Ух ты, какие скидки. Какие цены шикарные в этом каталоге. А я вам покажу масочку. Я взяла себе гель-маску. Я посмотрела, какой у нее классный состав. Богатый всякими витаминами. Тут голубика, ежевика, малинка. Но я ожидала, что у нее будет очень сильный аромат. Как видите, это маска гель. Сейчас вам быстренько покажу. Вот она. Просто гель. Долго не буду открыто держать. Что мне понравилось, что нет резкого убийственного аромата. Потому что если бы он слишком сильно пах, то есть она маска, то, наверное, было бы некомфортно так долго находиться, чтобы она на лице находилась. А маску нужно держать 10 минут. И мне очень понравилось. Насколько классная, мягкая, мягкая кожа стала. Прям напитанная такая. Даже румянчик появился. Поэтому я вам рекомендую такая большая баночка. 50 миллилитров. Всего за 269 рублей. Я применю слово халява. По-другому не скажешь. Поэтому, девчонки, берите с удовольствием. А тут у нас выходит новая бомба. Просто на вейдж продолжает удивлять и радовать. Потому что проблема пигментации, она... Ну, это проблема для многих женщин. И здесь, конечно же, все вот в комплексе. И на вейдж я знаю, что это будет очень мощный эффект и результативный. Здесь у нас целая серия. Очень красивый дизайн. И просто вот аж прям слюни текут. И классная цена сразу. И баллов много дает. То есть эта серия нацелена на то, чтобы убрать пигментацию. И клинически доказано. Что пигментация сокращается на 50%. Это круто. Добавьте еще дополнительно скраб обязательно лицу, чтобы помогать коже отшелушивать мертвые клетки. Эффект будет еще больше. Обратите внимание. Если взять комплекс целиком, то вы получаете в подарок какой-то крем. Давайте посмотрим, какой. Что у нас здесь еще выходит? Новинки, новинки. Ага, вот мы до него дошли. Так, вот еще вышло. Рекомендую. Многофункциональный защитный крем. Обратите, SPF 50. Особенно вот кто ездит загораться куда-то в жаркие страны. Кстати, маску взяла. Ни разу не попробовала. Все забываю. Надо прям срочно ее открыть и попробовать сделать запись. Это мой любимый. Где он у меня? Вот он. Это мой любимый скраб. Просто вот все скрабы за всю свою жизнь. А мне 44 года. Поверьте мне, я перепробовала очень много продуктов разных. Этот скраб, он просто самый лучший на свете. Я даже вам его чуть-чуть покажу. Капельку выдавлю. Немножко. Смотрите. То есть это он такой кремообразный. Смотрите, у него нет такого, чтобы там грубые частички были. Ну как он... Вот вот пошла полировка. То есть делаю легкие-легкие движения. И там какие-то мельчайшие нежные-нежные частички, которые не травмируют кожу. Просто у меня есть небольшой купероз. То есть очень близко расположены сосуды кровеносные. И мне вообще как бы нельзя скрабами особо пользоваться, злоупотреблять. Но этот скраб, это просто бомба. И какая после него кожа. То есть все поры стягиваются, кожа выравнивается. И при этом она мягкая-мягкая и увлажненная. И сам флакон. Просто даже на картинке, как-то не очень хорошая фотография здесь. Смотрите, какой у него великолепный нежный-нежный розовый цвет. Просто вот любимый из любимейших. Вот этот продукт входит в десятку моих любимых продуктов. Далее. Наконец-то мы дошли до выравнивающего праймера для лица. Он у меня, видите, в ходу. Весь заляпанный лежит в общей косметичке. Вот это бомба просто. Посмотрите, это просто гель. Просто прозрачный гель. И я когда еще не понимала, что такое праймер, когда стала пользоваться, вообще не поняла, что это такое. Вот его просто наносишь, он прям через минутку исчезает. Вместе с ним исчезает жирный блеск, поры, кожа выравнивается, становится идеально. И по праймеру тон просто растекается. И лицо становится круче, чем вот отфотошопленное у любой модели. То есть все, вы готовая модель. Ничего здесь сложного нет. У него, может быть, да, вы скажете, маленький объем, но его так надолго хватает, потому что его нужно меньше, чем тона, примерно в 2-3 раза. То есть малюсенькая капелька делает чудеса. Так, здесь у нас серия Эко Бьюти. Самая натуральная серия в нашей компании. 95% натуральности. У нее куча-куча всяких регалий, достижений, да, эко-серт и так далее. Почитайте, посмотрите. Особенно круто подойдет эта серия вегетарианцам. Кто все там за все здоровое, красивое, натуральное. Потому что она просто роскошная. Так, далее. Здесь у нас идет антивозрастная серия для лица. Кстати, я маме брала такую серию. Ей понравилось. Я была в гостях, попробовала, ну, обычный кремик. Ну, я как бы привыкла к дорогой продукции. И, знаете, когда с дорогого на вейдж переходишь на крем за 200 рублей, ну, разница, конечно, чувствуется. Чудес мы не ждем от этого крема. Но, тем не менее, он все равно, он даст и питание, и уход. И, да, кожа будет выглядеть более такая мягкая, расслабленная, нежная, да, уберет вот эта жесткость, там, морщинок и все прочее. На этой страничке у меня тоже есть, что вам показать. Это такая помада-карандаш. У меня прям новенькая она совершенно. Классная штучка. Смотрите, с одной стороны зеленая. И если вылезли прыщики, то девушка мажет зеленой стороной сначала кожу. А потом сверху тонирует, чтобы зелень не было видно. Не будем же мы зелеными пятнышками на лице ходить. Очень быстро вот эта вот зеленая сторона снимает воспаление и успокаивает кожу. Сотчем быстро проходит вот этот весь процесс. Далее. Вот он, мой любимчик. Вот этот продукт, наверное, первое место займет в рейтинге любимчиков. Хотя трудно, конечно, выбирать. Потому что этот продукт заменит вам, ну, где-то 70% аптечки. Все, что вот можно, да, там связано с простудными заболеваниями, с порезами, ранными, ушибами, ожогами, женскими какими проблемами, геморроем и все прочее. И язвочки во рту что-то, зубная боль, полоскание горла, избавление от перхоти. То есть у нее такой послужной список. Мы в нос капаем и горло полощем. Ну, все-все-все, спасаемся, короче, от всего. И вот этот флакончик, вроде бы, кажется, маленький, 10 миллилитров, тоже хватит на очень надолго. Там укусы, когда каких-то насекомых. Ну, все. Это магия просто вот с этим средством, просто происходит магия настоящая. Дальше. Вот такие салфетки. Где они тут открываются? Смотрите, какая кузатая пачка. 25 салфеток, но они огромные. Они прям вот, ну, не буду доставать. Жалко. Очень пухлая салфетка. Такая, знаете, ну, не просто вот как дешевые. Берешь салфетки, там, непонятно, что, чем они пропитаны, что и как. И вот я всегда в дорогу беру вот эти салфетки. И мы ими, даже если вот долго едешь, и негде принять душ, что пара салфеток, можно буквально искупаться просто. И такая свежесть. Мне очень нравится аромат чайного дерева. Здесь как раз есть тоник тоже из серии. Есть там очищение, тоник и крем. Так, что здесь? О, кстати, триммер. Очень хорош. Очень хороший. У меня такой есть тоже. Мне очень нравится. Здесь у нас серия витаминная. Очень хвалят эту серию. Но я сама не пользовалась никогда. Но у меня есть клиент, который берет вот когда со скидкой по 3-4 тюбика очищения, крем обязательно для лица. И говорит, что это очень круто, самое лучшее средство. И я очень люблю вот эту губку для очищения кожи. Классно очищает. Ну, вообще суперская штучка. Маски ей снимать. Так, здесь пропустим. Ну, про аксессуары. Смотрите, есть отдельное видео. Тут добавилось у нас необычное ожерелье. Оверсайз. Такое, знаете, ну, прям привлекательное. Крупное. Если вы любитель таких необычных ожерельев, то рассмотрите его повнимательнее. А мне очень понравилась юбка на модели. Необычной формы. Покажу вам то, что я взяла себе. Есть отдельное видео с этим ремнем. Вот он такой пояс. Трансформер. У него очень-очень длинный-длинный ремень, который можно носить отдельно от этой базы. Ну, посмотрите, прям отдельный ролик посвящен именно этому ремню. Как его носить и с чем. Так, что у меня еще есть похвалиться. Так, из украшений. Я даже специальную шкатулочку сделала для этого украшения, потому что она такая объемная. Я взяла себе вот такие серьги. Серьги-скрепки я их называю. Но они мне безумно понравились. И они нравятся всем. Я их ношу, когда все сразу обращают внимание. Они говорят, ой, а что это у тебя в ушках? И просто шикарное такое ожерелье, которое мы можем носить как пояс, как ремешок для сумочки. Видите, два карабинчика заканчивают это ожерелье. И поэтому мы просто так их соединяем. И можем носить как поясок. Если талия, например, тоньше, чем этот объем, мы можем зацепиться за любое звенышко. И второе тоже мы прикрепляем. И какой дуб можно натянуть. Можно сделать как подвес, чтобы вот так чуть-чуть свисало. Будет очень красиво. Вот. Я довольна этой покупкой. Долго выбирала, какой из комплектов взять. Но они все, конечно, классные. Тоже можете посмотреть отдельный обзор. Есть у нас на канале, посвященный... У нас там практически все коллекции есть, которые вот здесь представлены. Так, здесь мы немножко ускоримся. Я вам не буду рассказывать про парфюмы, потому что их нужно нюхать. Заказывайте, нюхайте. Покажу мужскую серию. На вот же у нас есть вся. Я вот три флакончика взяла. Миша пользуется. Видите, вот сыворотка уже больше третья использована. Покажу вам гель. Какой он цвет интересный. Видите, у него такой серый, глубоко серый цвет. И он со шелушивающими частичками. Невероятно вкусно пахнет. Так, крем для век идет с шариком, что тоже очень удобно. Потому что мужчине объяснить, сколько выдавить и как нанести, очень сложно. Но вот с шариками, конечно, легче. И мне очень нравится дизайн. Ну вот просто вот компания удивила, поразила, обрадовала, насколько это возможно. Так, здесь мы ускоримся. Женские ароматы. Вау! Вот это я обязательно закажу и себе, и дочке. У нас прям недавно он закончился, и мы прям чуть не плачем. Потому что он очень хороший, очень вкусно пахнет. Он такой красивый, невероятный. Есть у меня такой аромат, но он такой своеобразный. И надо обязательно к ароматам выписывать пробники, прежде чем их купить. Я, например, взяла себе аромат, не пробуя. Вот, вот этот аромат, он восточный. Вот он реально восточный, цветочно-древесный. Для меня он немножечко жестковат. То есть я его сейчас на зиму оставила, потому что в лето как-то тяжеловато на жаре. Еще такой сильный аромат. Он, конечно же, хорош. Но его нужно подегустировать, прежде чем брать. Один из наших любимчиков. Малинка. Ну, пахнет прям клубникой. Очень классные дезодоранты. Будет новинка. Обязательно выпишите пробничек всего за 20 рублей, чтобы уже знать, какой будет новый аромат. У него такой интересный состав. Я прям жду с нетерпением эту новинку. Какой будет флакон, бомба просто. Ну, про эту серию ничего не могу сказать. Не пользуюсь практически ничем из серии Colorbox. Про блески. Обратите внимание, они прям маленькие. 8 миллилитров всего. И это очень удобно. Потому что быстро используете, выкиньте, возьмете другой. Так. И есть у меня единственное, что карандаш из этой серии. Вот он такой. Тоже карандашики маленькие. Это не то, что он у меня сточился. Он, в принципе, был где-то такой вот примерно. Вот я его сейчас вам продемонстрирую. Но для меня он все-таки вот как бы жестковат. Я люблю, когда карандаши прям струятся по губам, чтобы не было никакой растяжки. Как бы он для меня немножечко кажется суховатый, жестковатый. Я не испытываю восторгов от его применения. У меня как раз средний пыльный розовый. Про помаду ничего не могу сказать. Не пользуюсь такими помадами. Тени знаю, что хорошие. Кстати, помада является одной из самых популярных. Она занимает все время первые места по популярности среди женщин. Она действительно хорошо лежит на губах. У меня многие клиентки по три, по четыре штуки за раз выписывают. Потому что у нее такая цена, извините, 109 рублей. Конечно же, чем взять одну Джордани, они возьмут разных четыре и будут кайфовать каждый день с разным оттенком. Но у нее настолько простой футляр. То есть имейте тоже в виду, что очень простенький футляр. Белая крышечка, черное основание. Ничего сложного. Классная тушь. Очень популярная. Но сама не пользуюсь такой тушью. Мне кисточка не подходит. Лаки. Ну, лаки, да. Лаки Forever 5 с плюсом. Я их очень люблю. Но если выбирать между лаками The One, у которых и флакончик повыше, побольше объем, то, конечно же, за Ивановские лаки, они намного интереснее по качеству, как они лежат, как они сохнут. Ну, не знаю. Классные. И те, и те классные, но, как говорится, да, те мне нравятся больше. Дезодоранты. Супер. Дезики. Вот у меня один из моих любимчиков. Новенький только достала. Дезодорант серой крышечки, который не оставляет белых пятен. Для меня это очень важно. Потому что много одежды ношу, черные, там, темных оттенков, чтобы не было следов. Но использую, конечно, дезодорант такой. Так, здесь у нас интим. С интимом, да, жизнь ярче. Рекомендую. За хорошая цена. Все хорошие ароматы. Вот у меня салоя есть. Тут с разными ароматами. Подберете тот, который вам нравится. Может быть, с орхидеей. Может быть, с розовой водой. Потому что, ну, они все очень прикольные. Хорошая цена на гели. Гели тоже все класснючие. Единственное, вот этот тут, по-моему, морожек. А, можжевельник и морская вода. Поначалу он мне прям так понравился. А потом как-то, ну, все равно запах скорее мужской. Вот именно этот аромат. А остальные все такие вкусненькие, сладенькие, нежные. Обратите внимание, какое-то будет бомбическое мыло. Все за 40 рублей 65 грамм. Нам будет обязательно попробовать. И мой любимчик для рук. Вот он у меня практически заканчивается. Очень густой крем. Сейчас я его выдавлю. Также трудно уже выдавливать. Очень густой. Сейчас на этой руке уже попробую. Очень питательный. Очень роскошный запах. Просто его обожаю. Конечно, я таких кремов себе, наверное, штук 5, может, 7 возьму. Потому что он мой любимый просто. Вот, естественно, кожа рук у меня очень тонкая, сухая. Поэтому я кремами мажусь 3-4-5 раз за день. Особенно если много контакта с водой, то и больше. У меня крем постоянно вот я использую. Подумала, что это такое. Это скраб впитался. Крошечки, видите, вот эти частички остались. Так, что еще? Ну, в принципе, вот и все. Мужская коллекция. Шампунь для волос. Пена для бритья. Всего за 169 рублей. Девчонки, налетайте. Это просто атас. Потому что в магазинах таких цен вы днем с огнем не сыщите. И бальзам для бритья. То есть, да, можно уже запасы делать к Новому году. Шикарный набор, шикарный. И мочалочка. Всего за 69 рублей. На этой страничке, конечно, я затарюсь. Очень хорошо. И осталась помада. На последней странице помада крем. Жидко. У меня именно такой помады нет. Но я вам хочу показать просто упаковку. Это вот из другой серии. И какая у нее крутая кисточка. У меня лаковая помада. Какая у нее крутая и удобная кисточка. Где уже мазать, не знаю. Вот это крутые помады все. И цвета очень эффектные на осень. Поэтому, знаете, странички тоже задержите свое внимание. За 129 рублей обязательно возьмите себе какой-то оттенок, который вам нравится. Вы будете довольны. Потому что эта помада просто огонь. Как хороша. Ну вот и все. Мы с вами пролистали весь шикарный каталог. Я вам желаю классных покупок. Если есть вопросы, задавайте мне их в комментариях. Я с вами всегда с удовольствием общаюсь. Все, что знаю, расскажу, помогу, объясню. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик внизу, чтобы получать уведомления о новых видео. Не забывайте это сделать. Все. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Пока-пока.